давайте начнем лекцию и опять будет писать свое видео я выключу я еще раз напомню для тех кого не было в прошлый раз скажу заново что мы рассматриваем мы рассматриваем случайная последовательность которые называются мартингалом ну а также суп мартингал и супер определение такое мы всегда будем работать сюда будем предполагать что у нас есть объект который называется вероятностным пространством с фильтрацией то есть омега fp это обычное вероятностное пространство а fn это фильтрации фильтрации это последовательность сигма алгебра вложенных друг у друга вот как здесь написаны все они вложены в смысл этой последовательности такой что fn это некоторая информация доступная до момента n ну например если случайная величина измерима относительно fn значит мы момент времени n можем сказать что мы знаем какое значение исключения величина принимает вот мы будем рассматривать последовательности xn и последовательность будет называться мартингалом если выполнен следующее свойство xn является fn измеримый свойство согласованности с фильтрацией ожидание конечно у всех xn и третье свойство мартингальное свойство собственно она говорит что среднее значение последовательности в будущем моменту такое же как сейчас ждет этот объект условное ожидание при условии fn это условно ожидание к условию сигма алгебры прошлый раз мы ввели того не было у кого вопросов смотрите конспекты которые я выложил это обобщение условного ожидания при условии событий главное помнить что этот объект это случайная величина который измерим относительно сигмалки дефон и у меня есть некоторые свойства которые логично ожидать от ожидания линейность например ну и свойства что так называемое телескопическое свойство когда она встретится еще раз я скажу и так мартингал это такая последовательность у которой прогноз будущего значения прогнозы под ожидания равен текущему значению я забыл сказать в прошлый раз я сейчас хочу там упомянуть простое свойство оно полезное что и свойства 3 утекает такое соотношение ожидание xm условия fn равно xn почти наверно для любых м или больше равных нуля почему это так но если м меньше ли равно n то случайная величина xm будет смирима относительно сигма онкебре fn ну и тогда условное ожидание просто равно этой величине если м равно n плюс 1 это просто свойства 3 а если м больше чем n плюс 1 можно по индукции применить свойства 3 ну например я вот возьму смотрю ожидание xn плюс 2 и условия fn по телескопическому свойству я могу взять ожидания xn плюс 2 при условии fn плюс 1 я скажу что напомню что такое телескопическое свойство телескопическое свойство если есть повторное условное ожидание то оно равно однократному условному ожиданию где условия берется при условии меньшей сигма в данном случае с меньшим индексом ну теперь вот это вот равно по третьему свойствам xn плюс 1 потом еще раз применяем третье свойство это равны x ну и дальше по индукции такое вообще не верно что мы сегодня рассмотрим первый результат будет теорема называемая разложением дуба и джозеф дуб это математик но вот который во многом сложил у нас будет много в этом курсе теорем дуба но также как и теория вероятности есть много разных результатов калмогорова вся мать к собственно калмогорова теорема калмогорова построение процесса потом неравенство калмогорова закон больших чисел калмогорова вот здесь также у нас будет сплошь и рядом результаты дуба ну вот поэтому там чтобы их различать и немножко иногда по-разному называть это будет разложение дуба потом будет неравенство стерем говорит следующее так сначала общим языком общими словами если у нас есть согласованная последовательность с конечным ожиданием то ее можно представить в виде суммы интеграла и предсказуемой последовательности я напомню предсказуемая такая последовательность что xn измеримо относительных а минус 1 то есть уже в момент n минус 1 можно сказать что мы знаем значение x и предсказать следующее значение поэтому называется предсказуем пусть xn согласованная последовательность и для любого n ожидание xn конечно тогда справедливо такое представление существует мартингау м м существует предсказуемая последовательность а n давайте напишу предсказуемость означает что а n fn минус 1 измерим ну вот да причем можно выбрать скажем а нулевое равно нулю ну или м нулевое равно нулю давайте вместо этого условия напишу по-другому я скажу что м 0 равно а 0 равно нулю разложение будет выглядеть так вот и xn равно x0 плюс м м плюс арен любого и причем такое разложение единственным единственно с точностью до почти наверно доказательства ну прежде чем писать форму доказательства простое буквально две строчки давайте я и пытаюсь объяснить какая идея есть согласованная последовательность допустим мы находимся в момент времени н и мы хотим сказать о значении xn плюс 1 но мы всегда можем вычислить условное ожидание xn плюс 1 при условии fn это измеримая случайная величина относительно сигма алгебры fn ну давайте вычтем ее из будущего значения рассмотрим xn плюс 1 минус ожидания цены вот такой случайной величины ожидания будет равно условное ожидание будет равно 0 поэтому этот приращение как бы среднем равно 0 вот если из исходной последовательности мы учтем это приращение эти приращения мы получим картингал то есть мы как бы разлагаем на каждом шаге на на прогноз для ожидания и все что осталось как бы не прогнозируем сейчас я напишу явное представление здесь доказательства доказывается просто путем выписываем явное представление станет память ну давайте возьмем аэн равной сумме пока от 0 от единицы до им ожидание x к превословии к минус 1 минус x к минус 1 а в качестве м н возьмем xn минус аэн xn минус аэн и минус x нулевую еще ну и второй строчки просто так как как я определил сразу следует представление для x и отсюда сразу следует что вот этот рамец давайте звездочкой обозначим звездочка сразу следует надо только проверить что а я не является предсказуемой последовательностью м н является мартингалом давайте проверим и то что условия 0 равно 0 равно 0 ухожу то что n предсказуемая последовательность должно быть ясно потому что если мы рассмотрим а n то под суммой все величины нас являются к минус 1 измеримыми ну и значит n минус 1 измеримыми поэтому а n является fn минус 1 измеримыми значит она предсказуемая а 0 мы просто полагаем равное нулю ну здесь сумма с единицы начинается поэтому для нуля и мы берем так теперь то что а n является м н является мартингалом что мы можем сказать про м м ну во первых м н является fn измеримым тоже понятно потому что xn является фн измеримым а я на фон минус 1 измеримым второе ожидание ну ожидание м можно оценить так меньше да равно чем просто сумма оценить ожидание xn плюс ожидание а n плюс ожидание с 0 из того что xn ожидание конечно ну вот эти ожидание xn ожидание конечно конечно ожидание а n конечно потому что здесь надо можно это ожидание для а.н. доказать по можно показать по индукции для 0 верно если верно для а.н. сумма от k до n минус 1 ожидание конечно по предположению индукции ожидание следующего слагаемого тоже конечно потому что ожидание xk минус 1 конечно а ожидание условного ожидания конечно потому потому что ожидание xk конечно это свойство тоже есть но и остается мартигальное свойство нужно проверить что ожидание м н плюс 1 при условии fn равно м Ну или то же самое, что mn плюс 1 минус mn в условии fn. Нужно показать, что это равно нулю. С чему это равно? xn плюс 1 минус xn минус an плюс 1 минус an. x0 сократятся при условии fn. Ну и действительно, теперь если воспользоваться линейностью, это ожидание xn плюс 1 при условии fn. xn является fn измеримой, поэтому ожидания не будет. А an плюс 1 минус an – это последний член в сумме, который задает an. То есть это, собственно, тоже минус. Ожидание xn плюс 1 при условии fn минус xn – 0. Таким образом, mn Мартингал. Ну вот теперь, возвращаясь к началу доказательств, где я пытался интудивно объяснить, ну вот можно увидеть, что а.н. Значит, а.н. составлен из чего и сумма. Каждый член в сумме – это разность следующего значения. Это разность ожидания следующего значения, минус ожидания текущего. Ну а mn просто выбирается так, чтобы получилась разность. Ну или можно переписать, посмотреть на… Здесь вот мы рассматривали разность. mn плюс 1 минус mn. Тогда это что? Вот это будет. xn плюс 1 минус xn. Вот здесь вот. Минус разность an. А разность an – это условное ожидание. Вот это разность и условия сигмалки проехали. То есть, доказали существование такое представление, теперь единственность. Что я понимаю под единственностью? Под единственностью я понимаю, что если есть два таких представления, то есть, допустим, предположим, что xn также можно представить в виде x0 плюс mn' плюс an', где mn Мартингалл, а n предсказанная последовательность. Надо доказать, что mn равно mn' почти на верную, а n равно an' почти на верную. Мы будем доказывать по индукции. Для n равная нуду верно, просто мы в начальный момент полагаем их равную нуду. Ну, теперь давайте предположим, что доказано для n. Ну, пусть. Что мы можем сказать? Можем сказать, что mn плюс an равно mn' плюс an'. Хотя просто x записал двумя представлениями с помощью двух представлений. Тогда возьмем условное ожидание при условии обоих частей. Возьмем ожидание при условии fn-1. Ну, получим. Ожидание Мартингалла будет mn-1 плюс... Ожидание предсказуемой последовательности будет она сама. Потому что она измерима относительно fn-1. Ну, и в правой части тоже будет mn' минус 1 плюс an'. Значит, теперь из предположения индукции можно воспользоваться тем, что mn-1 равно m'n-1. Значит, отсюда следует, что an равно an'. А потом уже воспользоваться вот этим равенством. Еще раз воспользоваться этим равенством. Из него уже следует, что mn равно m'n-1. Есть ли вопросы какие-нибудь? Хорошо, было следствие. И берется почти-наверное, а не точнее. Не услышал еще раз. А почему нам нужно потребовать равенство fn, а не просто равенство fn? Почему почти-наверное? Да. А потому что у нас ожидание определено, условное ожидание определено с точностью бы почти-наверное. Поэтому там бессмысленно требовать равенства для всех омега. Сам объект определено с точностью бы почти-наверное. Ну и вообще, если... Ну как бы обычно мы отреждествляем величины равные почти-наверное. Поэтому везде у меня будет доказательство почти-наверное. Ну и да, если я пишу равенство для случайных величин, если я пишу просто равенство, значит, по умолчанию означает равенство почти-наверное. Есть еще вопросы? Давайте на этой странице напишу простое следствие. Что у нас будет для субмартингалов? Пусть у нас есть согласованная последовательность xn, которая является субмартингалом. Сейчас напомню, что субмартингал это то же самое, что и мартингал, только в третьем свойстве. Вместо равенства xn плюс 1 при условии fn у нас есть неравенство, больше ли равно, чем xn. А супермартингал — это неравенство в другую сторону. Но если есть субмартингал, тогда его можно представить как x0 плюс mn плюс an, где an тоже предсказуемая, еще и не убывающая последовательность. Не убываемость прямо следует вот из этой конструкции, вот здесь. Потому что все слагаемые под суммой будут неотрицательны. Теперь я перейду к следующему разделу. Еще понятие, которое нам очень часто у нас будет дальше встречаться, которое будет очень полезно, это понятие «момент остановки». С определения начнем. «Момент остановки» я буду сокращать так, «мо». Обычный момент остановки будем назначать «тау», «сигма», «гамма». Это такая случайная величина случайная величина со значениями в множестве натуральных чисел, а также может быть 0 или плюс бесконечность, выполнено следующее свойство. Для любого n события «тау» равно n принадлежит сигма-алгебре fn. Это целочисленная случайная величина с неотрицательными значениями, возможно, со значением плюс бесконечность. А смысл у нее такой, почему это называется «моментом установки». Мы будем рассматривать случайные последовательности. Вот. Может быть, «момент установки» это как бы правило, когда мы решаем остановить наблюдение за последовательностью. А как мы можем решить, останавливать наблюдение или нет? Мы можем это решить, допустим, понаблюдали за последовательностью до момента n и в зависимости от значения этой последовательности до момента n включитель, мы можем сказать, сейчас мы останавливаемся. беден стал это будет момент когда мы останавливаем наблюдение а вот это вот свойство то что а ватомика равно нпн длежит сигнал гибрид назначает что тогда когда мы решаем установить наблюдение в момент н вот это событие должно быть их он измерим мы можем сказать происходит оно или нет останавливаемся в момент времени эндель и нет зная только информацию которая в сигнал в будущем не можем заглядывать вот что главное можно это эквивалентно сформулировать вот вместо равенства здесь эквивалентно написать то же самое что потребовать то уменьшили равно н а чтобы каждый раз написать долго события омега такие что-то вот он или равно n буду так писать там меньше и равно это случайно событий почему эти варианты потому что то есть я рассмотрю события то уменьшили равно n она состоит из событий того равно нулю того равно единички то из их объединения возьму то у равно ней где и меньше ли равно n она лежит сигма алгебре f и иначе лежит в сигма алгебре f и значит объединение жить в сигма алгебре поэтому это означает что такая импликация обратная импликация надо рассмотреть события то у равно n представить как события то уменьшили равно n минус события то уменьшили равно n минус один кожа будет лежать сигма алгебре f и в общем это чем то есть для чего нам это будет минимум мы будем рассматривать случайные последовательности которые остановлены в моменты остановки то есть у нас дальше будет появляться такие объекты x от того например все это случайная величина которая равна x то у атомика атомика сначала мы выбираем индекс случайным образом и на этом индексе смотрим значение величины x атомика вот это свойство свойство момента остановки то что равно n принадлежит fn но будет весьма важно вот когда мы будем вычислять условные ожидания но там будет сохранять грубо говоря например маркингальны и свойства на дому даже сегодня ближе к концу объекции увидим почему мы не просто рассматриваем целочисленные случайные величины а вот будет такой дополнительный услуги дальше давайте простые свойства моментов остановки что можно с моментами остановки делать если есть то у сигма которые являются моментами остановки по моментами остановки будут также например то у плюс к декает константы минимум из того сигма максимум из того сигма максимум из того сигма тау плюс сигма это тоже моменты остановки да здесь константа к важно что она больше или равна 0 пожалуй все это будет одно свойство сейчас я докажу ну давайте начнем давайте что-нибудь одно докажу например например про минимум с минимум того сигма давайте обозначим гамма минимум того сигма случайно величина целочисленная очевидно надо проверить свойства момента остановки давайте возьмем н рассмотрим событие гамма равно н как его можно представить его можно представить как удобнее будет смотреть на поменьше гамма меньше ли равно и настау меньше ли равно объединение сигма меньше но каждый из этих событий принадлежит сигма алкебре значит объединение тоже принадлежит для максимума можно рассмотреть события если взять гамма равно максимум скажем если возьмем гамма равно максимум из того сигма тогда гамма меньше ли равно н означает что тау меньше ли равно н пересеченную сигма меньше ли равно н принадлежит их н да тау плюс к если возьму тау плюс к то же самое что событие тау равно н минус к принадлежит сигма алкебре fn минус к а это вложено в для суммы моментов остановки оставлю в качестве упражнений вот это вот пусть упражнений а вот замечание к этому свойству такое если мы например рассмотрим величину тау минус к где кайт константа больше больше 0 то это не является моментом остановки если мы просто произвольный момент остановки рассмотрим он может не играть с моментом остановки потому что например значение будут отрицательные но даже если мы рассмотрим такой момент остановки тау что он принимает значение больше или равное к то все равно это не будет являться моментом остановки ну потому что вот по аналогии с этой строчкой нужно проверить свойства что гамма равно н то же самое что тау равно n плюс к а это вообще говоря будет принадлежать сигма алгебре fn плюс к это не обязательно можно в 7-го добрых и интуитивно вообще эти свойства можно себе так представлять но вот как понять момент установки или не момент установки ну вот надо задать вопрос если вот мы в момент н можно сказать наступил этот момент установки или не наступил вот например если я беру тау плюс к что нужно сделать когда нужно остановиться нужно подождать до момента кау до момента тау а потом подождать еще к шагов и тогда остановиться ну значит согласованность с фильтрацией если минимум из тау и сигма берем ну вот ждем до первого момента какой из них наступит тау или сигма и останавливаемся по поводу максимума но вот идем до первого момента такой наступает тау или сигма в этот момент не останавливаемся останавливаемся следующее тоже как бы можно решить останавливаться информацию которая фильтрация последнее замечание вот на этой странице которая хочу сделать по поводу терминологии иногда но в книгах можно увидеть что моментами остановки называют то что я здесь называю только еще с дополнительным условием что они конечно пусть иногда момент остановки должен быть обязательно конечно а то что может принимать значение плюс бесконечность называют марковский момент вот а если там может быть равен плюс бесконечности то как бы означает что мы наблюдаем последовательность до конца и когда если вопрос каким-нибудь тогда двигаемся дальше вот важный пример который у нас будет это момент когда случайная последовательность попадает какое-нибудь варелевское множество это будет моментом остановки теорема пусть эксцент согласованной последовательности сейчас формулирую теорему в таком достаточно общем виде с двумя моментами остановки потом прокомментирую очень часто нам будет важна она не в такой общности а или попроще пусть у нас есть согласованная последовательность пусть есть тау момент остановки и вот еще рассмотрим сигма момент тот первый момент времени после тау когда значение xn принадлежит некоторому множеству b это баррелевское множество тогда теорема утверждает что сигма это момент остановки то есть мы сначала ждем до момента до момента тау ничего не делаем а потом после момента тау мы ждем до первого момента когда значение xn попадет множество b и вот утверждается что это является моментом остановки простой вариант когда мы можем взять просто то у равны нулю и тогда просто момент самого первого попадания множество b тоже будет являться моментом остановки здесь написан инфинум может оказаться так что xn никогда не попадает множество b тогда просто по определению здесь считается что инфинум пустого множество равен плюс бесконечности и это будем называть момент первого попадания в бой что подразумевается пути вот здесь а это подразумевается понимать так вот здесь вот я везде пропускаю омега а там еще везде должны быть ну по-хорошему написать умника но поскольку каждый раз писать будет слишком долго мы пропускаем значит это инфинум вот сигма от омега инфинум по n больше равным того от омега таким что xn от омега принадлежит b взяли исход для исхода у нас до исхода омега у нас есть xn о том как просто числовая последовательность для этого омега у нас есть значение случайной величины того тоже число но смотрим наименьший индекс н после момента tau когда xn попадет в б спасибо давайте даже картинку нарисую вот скажем в качестве множества b но мы очень часто будем рассматривать пол интервал бесконечный пол интервал например такого вида здесь б вот этот нашим множество б от б до плюс бесконечность вот начинается последовательность xn пусть она из нуля начинается вот как она идет может сначала в б попасть а вот здесь вот есть момент тару после этого момента мы начинаем как бы наблюдать за ней вот первый момент времени когда она упадет в б вот это будет момент сигнал а то что было до момента показательства нужно смотреть на события сигма равно n ну как его можно представить что если сигма равно n значит во-первых в момент времени n xn должно принадлежать b а во-вторых это должен быть именно первый момент после момента того то есть нам нужно записать условия что то есть хотелось бы что записать такое пересечение допустим пока от тау до n до n минус 1 а здесь должно быть событие xn не принадлежит b не принадлежит b но так писать плохо потому что у нас здесь возникает какой-то такой вот объект случайное пересечение пересечения там по случайному количеству индекс как плохо чтобы не определять это вместо этого чтобы не определять давайте я вас прошу у кого кто может сказать что можно сделать просто проверить понятный клинику может взять к от нуля и пересечении там написать что к не меньше там должен быть до правильника взять от 0 до минус 1 здесь вот я также оставлю xk не принадлежит b а здесь взять объединение то есть если xk не принадлежит b хорошо а еще нам будет хорошо тогда когда xk принадлежит b но при этом камень шталл вот это то что нужно ну упражнение проверить что действительно это событие сигма равно n действительно можно представить в таком виде ну а теперь надо посмотреть на это событие действительно он принадлежит сигма алгебре fn потому что вот это вот принадлежит fn здесь мы пользуемся согласованностью последовательности xn вот это событие принадлежит сигма алгебры fn так как оно принадлежит fk а к меньше или равно n минус 1 и это тоже принадлежит fn потому что здесь вот xk принадлежит fk а событие то уменьшили равно вот такое событие к меньше tau это то же самое что то уменьшили равно к дополнение а значит это принадлежит сигма алгебре fk а поэтому все хорошо поэтому это событие принадлежит сигма алгебре fn значит это момент становки и и и еще один объект введем определение определим сигма алгебру с случайным индексом ну вот как последовательно со случайным индексом на предыдущей странице написал определить это несложно то есть надо взять x от омега и индекс взять того от омега сигма алгебре мы так не можем взять потому что сигма алгебры сам объект от омега не должен зависеть а вот индекс получается от омега зависит что мы хотим определить мы хотим как бы определить события по которой мы можем сказать что они происходят до момента tau или не происходит вот эта вот идея она формализуется так но это случайные события то есть а принадлежащие f такие что для любого n а пересеченные стал меньше ли равно принадлежит f значит эквивалентно можно неравенство заменить на равенство то есть мы берем событие которое состоит из а и тех исходов где тау равно n этот случайный момент установки происходит момент времени и мы можем сказать в этом момент времени это событие принадлежит сигма алгебре хэм то есть происходит он или нет происходит ну вот например например сейчас будут давайте во-первых да вот нам сказать что такое определение действительно создает сигма алгебру ну нужно проверить здесь свойства сигма алгебры в три свойства сигма алгебры давайте это упражнение будет то что все омега принадлежит дополнение принадлежит еще одно виние принадлежит несложно это проверить а вот какие примеры примеры событий из этой сигма алгебры ну пусть у нас есть согласованная последовательность ну пусть у нас есть согласованная последовательность тогда события это момент остановки тогда вот события скажем xn x то а так взяло и ну то есть это и и с и и и и ну как это доказать но надо взять этот событие давать обозначили за а посмотрим а пересеченному стал ровно и то есть то же самое что их стал принадлежит бы пересеченный стал ровно и там где-то уравновенный индекс стал можно заменить на и оба этих событий сигма алгебра и да значит здесь мы выполнены это свойство второй пример собственно сам момент остановки то является это измерение случайной величины но это очевидно потому что я если я проверю свойства поскольку это вот слотчисленная случайная величина нужно проверить свойства такое что событие товара внука принадлежит седьмой алгебры и втал то есть это обозначить за а получается что нужно проверить что а пересеченную стало равно н а это будет либо пустое событие если к не равно н либо просто событие то уравнули если к равно н в любом из этих случаях это принадлежит сигма алгебре фигм еще один пример если у нас есть два момента остановки тау-сигма момент остановки тогда такое событие сигма меньше да равно тау принадлежит сигма алгебре фигма именно сигма алгебре с меньше момента остановки интуитивно почему так если есть два момента но смотрим какой из них вначале произошел и если начали произошел 7 значит это событие выполнено если то узнать что это событие не выполнено в любом случае когда происходит момент сигма мы можем сказать то уже произошел или не произошел на что-то событие мы можно рассмотреть дополнение к этому событию выполнение будет то уменьше сигма она будет принадлежать сигма алгебре фтау значит можно сказать что этот событие принадлежит пересечению сигма алгебре фигма и ртау ну как это свойство проверить давайте это в качестве упражнения ставлю в моих конспектах по моему написано нужно взять ответ воспользуюсь просто есть вопросы а следующий результат будет еще одна теорема дуба это важная теорема 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 дуба об остановке она говорит следующее что вот у нас есть мартигальное свойство что ожидание xn плюс 1 при условии fn равно xn ну и мы сказали что ожидание xm при условии fn тоже равно xn это свойство говорит что вместо xm здесь можно рассмотреть x стал где-то в момент установки ну при некоторых условиях ну при некоторых условиях давайте сначала сформулирую простой вариант этой теоремы а потом некоторые обобщение вот простой вариант такой пусть у нас есть пусть у нас есть xn мартингал и пусть есть момент установки трау принимающие значение какого-то н маленького до н большого то то являться тогда ожидании к 100 при условии fn равно xn почти наверно вот как я сказал маме для тренированной здесь можно заменить на случайный давайте докажем потом я прокомментирую как это связано собственно с понятием мартингала которая связана со стратегией мартингал игре доказательства давайте это ожидание которое нам представить в таком виде ожидании к стал при условии fn можно и к стал представить как икс к ты можно на индикатор того что тау равно к можно взять сумму пока от н маленького до н большого ожидание икс к ты индикатор того что тау равно к при условии fn ну то есть начало ожидания стоит сумма стоит внутри ожидания кто не воспользовался линейностью тем что сумма по конечному числу значение поменял местами ожидания икс к ты икс к ты я могу записать как ожидание ожидание xn большого при условии и в катал индикатор того равно к условиях и по мартингальному свойству для икс дальше теперь так случайная величина то у это событие того равно к ивы по определению момента остановки между сигма алгебре fk этот индикатор можно внести внутрь ожидания и дальше у нас здесь будет повторное ожидание можно воспользоваться из копическим свойствами здесь дальше телескопическое свойство останется только одно ожидание ожидания при условии сигма алгебры fn это будет сумма пока равная от n маленького до n большого ожидание xn индикатор тау равно к при условиях по тому же сумму нужно внести внутрь ожидания поменять ожидание сумму местами вы случайная величина xn большое а сумма индикаторов тау равно к пока от n до маленького до n большого так как то у нас принимает значение между маленькими и большим то сумма индикаторов просто будет равна единице поэтому здесь получим ожидания xn большого при условии fn а это есть так вот простом варианте доказательства лёгко я хочу обратить внимание что здесь вот существенно условия что тау является ограниченным моментом она давайте сейчас прежде чем вы говорите о существенности этого условия но здесь очевидное следствие следствие что ожидание икстау равно ожидание x нулевого нужно в качестве n просто взять 0 на будь ожиданий к стал к условию сигма алгебра f нулевого равно x нулевой потом взять еще ожидание от обоих частей но и очень часто мы будем считать что у нас нулевая сигма алгебра либо тривиально либо просто у нас мартинга у него начальное значение это константа почти наверно ну поэтому часто это просто равно x 0 ну вот если и с 0 реально означает что сигма алгебра просто стать из пустого множества и всего омега ну или может быть вот мы там предыдущей лекции говорил про важность пополнения когда мы добавляем сигма алгебра множество нулевой вероятности в таком случае это реальность означает что сигма алгебра состоит только из множеств которых вероятность либо 0 либо 1 и тогда любая случайная величина измерим относится не почти наверное констант значит среднем значение мартингала ожидание мартингала равно начальному значению и это даже будет верно если мы мартингал остановим случайный момент время как теперь связано со стратегии мартингал который мы рассматриваем стратегии удвоения ставки вот мы видели там что последовательность выигрыша пламать ингалом последовательность не выигрыш последовательность капитала игрока являлась мартингалом то есть если он начал но в начале количество денег равно единицы и дальше это мартингал сначала значение единицы теперь рассмотрим момент остановки момент остановки можно здесь интерпретировать момент когда он заканчивает играть и уходит из игры то есть либо выигрыш забирает либо уходить с проигрышем когда теорема говорит что если момент остановки ограничен то средний выигрыш который получит игрок будет равен нулю потому что ожидание него капитала в момент остановки того будет равно начальному значению капитал то есть мартингал если у вас стратегия мартингал выиграть нельзя ничего среди но это условие оказывается важным здесь потому что момент остановки ограничен если она не выполнена но может так оказаться что ожидание мартингал равно нулю и вот на этом собственно то стратегии мартингалы основы каждый раз удваиваем ставку и ждем того момента когда выпадет благоприятный для нас исход на самостоятельно рел ждем того момента когда вы культурил это стратегия нам гарантировала выигрыш вероятностью 1 в чем у него проблема оказывается не оказывается проблема в том что момента у меня ограничен мы увидим что условия ограниченности можно немножко ослабить мы немножко можно существенно ослабить например там в некоторых условиях можно считать что если ожидание момента то у нас конечно то все равно будет выполнить теорему но того того момента которые мы рассматривали там с этим будут проблемы но сейчас формулирую вообще не потерял и мы увидим как можно ослабить эту сумму но тем не менее мы увидим что совсем его снять нельзя то есть нельзя просто сказать что террин выполнен для произвольного момента станут много тут сказал если вопрос какие-нибудь я правильно понимаю что как бы ограничить момент остановки горит о том что там игрок горит что я сыграю не больше там 10 ходов именно это понимать или казино говорит что мы там работаем только до 12 ночи спасибо и все вопросы давайте теперь обобщение обобщение ну простой вариант это будет 1 2 сейчас будем по прежнему предполагать ограниченность рассмотрим два момента остановки пусть есть тау и сигма два момента остановки и пусть момент остановки то по-прежнему ограничен меньше ли равен но снизу нам ограничивать не обязательно тогда верно такое соотношение ожидание и к стал условия в сигма сималка в сегму икс сигма но это верно почти наверно на множестве где-то больше добавлюсь что означает верно почти наверно на множество то есть для если мы возьмем все исходы омика для которых там больше ли равно сигма то есть вот это равенство я неправильно сказал да травимся травимся случайных величин и мы рассмотрим те исходы где она верна и которые принадлежат множеству тау больше равно сигма вероятность этого множества должна быть равна вероятности того чтобы больше равна сигма ну или можно так сказать что этот этот означает что множество исходов омега там где ожидание и к стал условия в сигма от омега не равна икс сигма от омега но при этом тау атоме больше ли равно сигма от омега вероятность этого множества равна нулю то есть как бы хочу сказать что вероятность неравенству словно ожидание не равно икс сигма имеет вероятность 0 на множестве того больше равно сигма то есть там может означать пересеченное с этим множество вот здесь написан чем это удобно удобно тем что можно рассматривать момент остановки тау которые происходят после момента сигма вот как у нас было с моментом пересечения а если например сигма это детерминирование случайно величина до 3 не случайно че просто константы когда получаем первый вариант ну естественно да не сказал естественно константа соотчисленные константы от каштож момент остановки на терминируем второй вариант а третий вариант нам от ограниченности откажемся откажемся от ограниченности момент остановки но давайте по потребуем следующее пусть ожидание то у конечно и для любого м ожидание превращение махтингово конечно конечный xn плюс 1 минус xn при условии f не просто конечная даже они должны быть равномерно ограничены константы тогда верно то же самое то есть верно ожидание x-тал при условии f-сигма равно x-сигма почти наверно но вот на таком же множестве на момент сигма здесь никаких условий накладывать не надо то есть надо только на момент порох ну почему потому что нам надо как бы ограничить последовательность грубо ограничить последовательности к стал ассигма алгебры f-сигма нам как-то ничего не надо через несколько лекций я сформулирующего бог еще один общий вариант ярема дуба но который будет связан там увидим но будет обобщить эти варианты там возникнет свойство то что последовательность их стал должна быть некотором смысле равномерно и непоследовательности стал xn martingale xn должен быть равномерно интегрированы так ну давайте давайте я знаю свойство 2 успею доказать свойство 3 как получится надо понять что мы здесь вообще хотим доказать если мы хотим доказать равенство случайных величин ну нужно ну или мы хотим доказать по сути того что условное ожидание равно какое-то случайное величине значит нужно воспользоваться определением условного ожидания нужно доказать что любого события а сегма алгебра f-сигма выполнено следующее свойство ожидание это условно ожидание стал крыси я в сигма индикатор а равно ожидание x-сигма индикатор а это неправильно писал если бы это если бы мы хотели доказать что вот это свойство ожидание стал крыси я в сигма равно x-сигма выполнено вообще почти наверное мы хотим проверить это на множестве вот мы здесь еще индикатор забыли что индикатор на а а и индикатор того что а у больше ли вам секун я должна равняться синим синим цветом и удобнее преформулировать так если мы хотим сказать что случайная величина x равно y почти наверно на каком-то множестве а то и не получится удобно переписать я хотел сказать что это можно индикатор давать да она будет добавлять два индикатора надо просто увидеть что в это определение которое здесь написано равенство на множестве вот так вот записывается потому что вот это ожидание вот это вот ожидание можно индикатор собственно из определения условного ожидания мы хотим проверить что для любого множества это будет выполнен тогда забудем пока про индикатор там больше на ровную стекла тогда равенство того что здесь подчеркнутый синим цвет равно ожидание сигма на индикатор а здесь индикатор а пропущен тогда это будет определение условного ожидания давайте сделаем так вот чтобы сейчас удобнее объяснять я рассмотрю только случай для простоты когда момент установки то у больше или равно сигма почти наверно когда можно забыть про это параметра на множество просто с вероятностью один ожидание к стал при условии и сигма равно x сигма но общий случай там в конспектах этой лекции там написано то есть она нужно доказать что ожидание здесь нужно просто доказать ожидание к стал при условии сигма индикатор а равно ожидание к себе индикатор а ну давайте докажем значит чему это свойство равносильно ну это равносильно тому доказать то равенство которое на предыдущей странице равносильно тому что для любого а принадлежащая в сигма алфебре в сигму и для любого n больше или равна нуля верно такое равенство ожидание ожидание сейчас сейчас tau больше или равно n нет это плохо значит я сам уже запутался давайте сейчас посмотрим что здесь нужно сказать давайте сделаем я хочу просто чтобы вместо сигма взять детерминированное значение n и просто пройтись по всем значениям n как это можно сделать возьмем для любого n допишем сюда индикатор ожидания ожидания x2 при условии f сигма на индикатор а индикатор сигма равно n это должно равняться ожиданию x сигма индикатор а индикатор сигма равно n если мы докажем для любого n потом просуммируем левый левый правой части по всем n ну вот эти индикаторы сигма равно n дадут и они исчезнут я почему это так что здесь написано вот теперь хочу сказать что это эквивалент потому что опять условия те же самые в левой части будет просто xn индикатор а что тут равно ожидание xn индикатор а индикатор сигма равно n а в правой части хорошо поскольку у нас события поскольку события а здесь сигма алгебра f сигма его можно внести сюда и и и события сигма равно n то что сигма является ф сигма измеримой случайной величиной значит это тоже можно внести сюда у нас будет ожидание от ожидания поэтому останется только безусловное ожидание значит здесь будет ожидание XTAU, индикатор A, индикатор SIGMA равно N. Вот это нужно проверить, что это равно, потому что справа написано. Так, хорошо, теперь надо это проверить, что мы здесь можем сделать. Давайте обозначим вот это событие. Давайте обозначим. Я хочу понять, почему это так. Почему здесь можно заменить XTAU? Ну, собственно, почему можно заменить XTAU на XM. И хотелось бы сделать следующее. Хотелось бы здесь взять внутри ожидание при условии сигма-алгебры FN. Тогда индикатор сигма равно N можно будет вынести из этого условного ожидания. Если бы можно было вынести индикатор события, тогда бы мы сказали, что ожидание XTAU при условии FN просто равно XM, потому что мы доказали в предыдущей части. Почему это можно сделать? Почему это можно сделать? Может, кто-нибудь видеть, почему это можно сделать? Давайте рассмотрим такое событие. А, пересеченное с моментом сигма-равно. То есть произведение двух индикаторов, то же самое, что индикатор события A, пересеченное сигма-равно N. А вот это событие, так как A у нас принадлежит сигма-алгебре Fs, значит, по определению сигма-алгебре Fs, вот это событие принадлежит сигма-алгебре FN. Вот, теперь мы можем сделать следующее. Мы можем сказать, что... Давайте возьмем здесь... Так, опять-таки, понятность напишем. То же самое для любого A, для любого N больше 0. Здесь рассмотрим ожидание. Внутри ожидания. Сейчас возьму еще одно ожидание. Да, кроме того, вместо tau я могу здесь написать... Максимум из tau и N. Потому что здесь у нас есть индикатор того, что сигма равно N. А мы сейчас считаем, что tau у нас всегда больше или равно сигма. Поэтому на множестве не сигма равно N, tau у нас будет больше или равно N. Это просто максимум будет равен tau. У меня так будет удобно сделать, потому что максимум этот момент встановки. Значит, здесь я напишу индикатор A, пересеченное, сигма равно N. При условии сигма-алгебре FN. Теперь индикатор я вынесу, потому что он FN измеримый. Значит, это будет ожидание. Индикатор A, пересеченное, сигма равно N. А здесь останется ожидание. X максимум tau и N плюс UFN. Теперь максимум из tau и N. Это момент остановки. Причем этот момент остановки больше или равен N. Тогда мы можем воспользоваться первой частью. Вот этот по первой части, это равно просто XN. По первой части. Ну и значит, мы получаем ожидание. XN, индикатор A, пересеченное, сигма равно N. То же самое, что справа написано. И все, значит, равенство верно. На этом, наверное, третье свойство. В следующий раз. В третьем свойстве нужно будет воспользоваться тем результатом, который мы доказали сейчас для конечного N. И потом, вместо момента tau с конечным ожиданием, рассмотреть максимум из tau и N. А потом устремить N в бесконечность. И не максимум, а минимум из tau и N. А потом устремить N в бесконечность. И воспользоваться теремами о том, что можно поменять сходимость предела знака условного ожидания. И вот это вот условие, как раз, которое здесь написано, в этом условии, третье. Оно нам обеспечит, что можно поменять сходимость ожидания места. Мы об этом все еще раз поговорим. На сегодня все. Если к каким-то вопросам. Если вопросов нет, тогда закончим. Если что-то вдруг захотите спросить, напишите мне на почту. Спасибо.